Приветствую вас. Смотрю, запугали вас здесь совсем. Значит, вы пишете, как бороться с навязчивыми грезами. Много времени провожу в выдуманных мирах, порой даже оставляю дела на потом, чтобы придумать диалоги и сюжеты. Порой это происходит не особенно. Значит, я не придерживаюсь того, что вы волны, я не придерживаюсь того, что с вами что-то не так сразу. Я думаю, что есть факты, и их нужно исследовать. Так я считаю. Значит, то, что вы описываете, вполне может быть чем угодно. Начиная от механизма защит, который можно сформировать, сформулировать, как избегание. И избегаете вы, как, ну, наверное, понятно, избегаете вы в выдуманной мирой. То есть, реальный мир вам не нравится. Реальный мир вам кажется, кажется опасным, кажется угрожающим, наверное. То есть, когда-то вы решили для себя, значит, решили, что, ну вот, собственно, будете избегать, сбегать, точнее, вы будете избегать в этот самый мир, выдуманный. Вот. И здесь, на самом деле, было бы очень неплохо, если бы мы бы выяснили, что это за миры, что в этом, что там происходит в этих мирах и так далее. Может быть, может быть, у вас имеет место быть творческий процесс. То есть, вот. Просто самый обычный творческий процесс. Вот самый-самый обычный творческий процесс, какой вообще только может быть. То есть, что это значит, да? Это значит, что вы хотите создавать сюжеты, это значит, что вы хотите создавать какие-то, ну, истории, да? Вот. Так, попробуйте их создавать тогда. То есть, попробуйте записывать свои истории, которые вы пишете, которые вы придумываете, да? Попробуйте их создавать, попробуйте их, так сказать, материализовывать. Кто знает, может быть, может быть, это будет вам только на пользу. Вот. Дальше. У вас может быть сублимация. Сублимационный процесс, это когда вы чего-то хотели бы в своей жизни. Вот. То есть, ну, просто вот чего-то хотели бы в своей жизни. Но вы добиться этого по ряду причин не можете. Вот. Не получается у вас это сделать, не получается у вас добиться этого. Вот. И, и, ничего не остаётся, кроме как уходить вот, собственно, в эти иллюзии, которые у вас, ну, имеют место быть. Вот. Заметьте, заметьте, что вы говорите о том, что нужно подавить, то есть, вы говорите о том, что нужно подавлять ваши навязчивые грёзы. Вы говорите о том, как бороться, вы спрашиваете нас, как бороться с тем, что вот, что у вас эти самые грёзы есть. Понимаете? Как бороться. А что значит бороться? Бороться значит подавлять. Понимаете? И вот до тех пор, пока вы будете это подавлять, да, именно подавлять, ну, вряд ли у вас ситуация как-то реально нормализуется. Потому что не подавлять нужно то, что с вами происходит, не подавлять нужно. А нужно именно исследовать свои желания, исследовать, что стоит за вот этими грёзами. Как вы себя чувствуете, когда эти самые грёзы, ну, у вас есть? Как вы себя ощущаете в этот момент? Как вы себя чувствуете? Вот. Понимаете? Вот. Ведь совершенно очевидно, что реальный мир, в котором вы живёте, да, реальный мир, в котором вы находитесь, совершенно очевидно, что он, этот реальный мир, для вас менее привлекателен, чем, эм, чем, значит, грёзы. Это значит, что в реальном мире вы не свободны. Что есть? Грёзы вы избегаете. Грёзы вы все избегаете. И это не может быть просто так. Да? То есть у этого обязательно, ну, должны быть причины. Какие-то причины. Понимаете? И, да, вот. Вот. Я думаю, что, вот, собственно, исходить Вам нужно из вот этих вот пунктов. Исходить вам нужно из этих моментов, и концентрироваться не на, значит, борьбе, да, не на борьбе с тем, что с вами происходит сейчас. Не на борьбе. А я думаю, что концентрироваться нужно именно на том, что стоит за. Вот именно за тем, что вы хотите. Вот. Я думаю, что именно вот именно это и является самым важным для вас. Ну, а если будете бороться, да, если будете как-то, знаете, ну, стремиться подавить, да. Вот. Что ничего хорошего из этого не выйдет, к сожалению, для вас. Можно и нужно с этим работать, можно и нужно с этим что-то делать, можно и нужно это корректировать. Вот. Вопрос только в том заключается, хотите ли вы. Вот. Понимаете? Потому что ваш запрос, который вот вы даёте, да, что мне нужно бороться, вот, ну, с тем, что происходит. Вот мне нужно бороться ваш запрос такого типа мне не нравится. Потому что он, этот запрос, он, ну, достаточно негативен, скажем так. Потому что он достаточно негативен. Это вопрос. Вот. И я не думаю, что в этом, что это может быть для вас чем-то позитивным. Вот. Поэтому, вот, я думаю, именно так можно вам ответить на ваш, значит, вопрос, который вы задаёте. Соответственно, соответственно, если у вас появится желание поработать, если у вас появится желание разобраться в себе, то можно будет помочь безусловно вам. Вот. И, соответственно, уже тогда вы сможете лучше понимать, что с вами происходит, куда вам идти, с какую сторону двигаться и так далее. Вот. Нужно будет только определиться с методами, да, и с тем, значит, ну, с кем вы будете работать. Ну, например. Вот. А так, я не думаю, что это правильно, ну, как-то вот говорить, что вы, там, обязательно, обязательно, что вы больны, что у вас болезнь сразу, как какая-то. На мой взгляд, это, ну, достаточно опрометчивое заявление, потому что, как бы, мы вас не знаем, да, вашу историю, мы, в принципе, тоже не знаем. Вот. Но навязчивые, вот, любые навязчивые, любые навязчивые мысли, идеи, какие-то, да, любые. Это про запрет. Вот. Почти всегда это про запрет. Почти, почти всегда. Почти всегда это про запрет делать, делать то, что хочется. Почти всегда это про запрет быть собой. Почти всегда это про то, что я не могу реализовывать свои желания и так далее. Вот это вот почти всегда про это. Ну, а это, соответственно, запреты родителей, запреты детско-родительской семьи и, соответственно, вообще нет свободы. Вот. Поэтому, если, значит, значит, если вам интересно, да, если вы заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь была более такой склонной, да, более такой, самостоятельной, возможно, 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 вот, что я рекомендую вам выбрать себе психолога и начать работать. Начать работать именно вот по направлениям, которые я озвучил вам. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам ответить на них. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...